снова привет мы продолжаем наше путешествие волшебный мираж это язык программирования для анализа данных статистики и информатики и я хочу сказать что мы постепенно продвигаемся по самым основным типам объектов их свойствам и тому что мы можем с ними делать все мои занятия можно обнаружить с помощью хештега r4roll и сегодня я предлагаю рассмотреть матрицы матрицы для r не так важны как векторы поскольку он построен вокруг векторов и смотрит что называется на себя как на вектор и мы убедимся что матриксы в случае ара это тоже по сути векторы если вектор это совокупность однородных объектов матрица это тоже самое но помимо этого она имеет размерность в математике вообще говоря матрица это прямоугольная таблица чисел в частности квадратная таблица чисел соберем такую себе мы берем входной вектор с помощью функции combine нагребаем себе чисел а с помощью функции matrix создаем матрицу в качестве аргументов она примет наш вектор число рядов control число колонок иногда кое-что еще выполним этот код и посмотрим на нашу матрицу мы видим что у нее есть ряды есть столбцы и такой объект сохранив матрицу объект а мы можем его не узнать может быть это что-то еще может быть это строка может это вектор и до этого есть некоторые полезные функции типа функции класс она нам расскажет какой класс у нашего объекта напрямую мы видим что это матрица мы можем узнать dim измерения сколько у нее измерений два измерения два на три две строки и три столбца функция land которую мы использовали для векторов в этом случае укажет на длину вектор то есть сколько всего членов матрицы сколько в ней ячеек имея матрицу мы можем захотеть обратиться к какому-то определенному ее объекту внутри для этого можем использовать индексы сначала указывая до запятой номер строки после запятой номер столбца и заключаем это все в квадратные скобки и вытаскиваем из матрицы а то что находится в по второй строке третьего ряда это семерка мы можем взять весь ряд или всю строку вторая строка выглядит вот так если мы указываем индекс только после запятой мы пренебрегаем строками и получаем содержимое третьего столбца можем мы выступить более хитро сочетая индекс с помощью функции combine и вытащив из матрицы а первый и третий столбец или с помощью вот таких вот приемов мы берем первый и второй столбец но вот это я напомню развернутой версии генерации вектора то есть мы берем сначала вторую строку а потом первую немножко инвертируем матрицу но снова вытаскиваем ее кусок сходно у нашей матрицы нет имен измерений у нее просто есть какие-то строки какие-то столбцы но мы можем это исправить создавая объект типа лист мы еще их рассмотрим мы передаем этим измерениям имена снова смотрим на матрицу и у строк и у столбцов появились в этом случае название это удобно потому что в более каком-то приземленном варианте они идеализированы то могут быть скажем какие-то сотрудники разивы или не очень а это параметры их скажем явки мы можем фильтровать иванова и декабрь или петрову и декрет это полезное свойство которое можно использовать также в дата фреймах другой тип объектов вари который мы еще рассмотрим